ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В марте в Петрограде прощались с героями революции. В ходе городских боев погибли около 300 человек. Впервые в истории России людей хоронили не на кладбище, а на Марсовом поле. Почти через 100 лет такую же картину увидят киевляне, только на Майдане Незалежности. И в 1917 и в 2014 все верили, эти жертвы в борьбе за свободу последние. Власть в России перешла к Временному правительству. Тогда говорили, что таких умных людей во главе страны никогда не было. Сплошь профессора, адвокаты, общественные деятели. Правда, управлять государством никто из них не умел. Но зато все выступали за все хорошее и против всего плохого. Вот как вспоминал о задачах правительства спустя полвека министр юстиции Александр Керенский. Основные цели нового правительства было продолжать оборону страны и установить подлинно демократическую власть, опирающуюся на интересы большинства населения Российской империи. На политическом Олимпе Временное правительство было не одиноко. В Петрограде появился параллельный орган власти – Совет рабочих и солдатских депутатов. И еще неизвестно, у кого полномочий было больше. Первое, что сделал Петросовет, поставил под свой контроль армию, издав знаменитый приказ номер один. Приказы военной комиссии Государственной Думы следует исполнять, за исключением тех случаев, когда они противоречат приказам и постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов. Всякого рода оружие должно находиться в распоряжении под контролем ротных и батальонных комитетов. И ни в коем случае не выдаваться офицерам даже по их требованиям. Из приказа номер один Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. В итоге офицерам перестали подчиняться. Командиров отныне выбирали сами солдаты, с неугодными расправлялись. И в армии, и во флоте слишком строгих начальников буквально рвали на части или кидали за борт. Демократизация вооруженных сил, да еще во время войны, была равносильна самоубийству государства. Генералы сразу заметили, армия быстро выходит из-под контроля. Генерал Корнилов, когда его просто испытал шок, когда попытался в апреле разрешить политический кризис с помощью оружия, он отдал приказ подавить очередное выступление. Этому приказу не подчинились, потребовав подтверждение Совета рабочих и солдатских депутатов. Одно из первых решений Временного правительства на первый взгляд выглядело гуманным, но от этого было не менее идиотским. В начале марта Керенский объявил амнистию. На свободу вышли 80% заключенных. Кроме политических, среди них оказались тысячи бандитов. Как результат, уже через месяц в Петрограде кратно выросла преступность. Но все это были еще цветочки. Самое страшное ждало страну впереди. Андрей Валикжанин, Intel.com Субтитры создавал DimaTorzok